Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить с вами о рваной одежде. В Евангелии от Марка 14 главы описан случай, когда после предательства Иудой Христа привели к первосвященнику для того, чтобы обвинить его. И когда первосвященник по имени Каяфа спросил Иисуса, он ли помазанник, то есть Христос, и он ли Сын Божий, то он получил положительный ответ. Какова была дальнейшая его реакция? Записано в 63-64 стихах. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «Зачем нам еще свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смертью». Эту историю мы с вами относительно недавно изучали в библейских уроках, и мне бы очень хотелось вместе с вами прочитать одну небольшую цитату из книги «Желание веков». Убежденность, смешанная с яростью, побудила Каяфу поступить так, как он поступил. Он досадовал на себя за то, что поверил словам Христа. Вместо того, чтобы, признав истину, сокрушенным сердцем исповедовать Иисуса Мессией, он упорно, противясь внутреннему голосу, разорвал священнические одежды. То, что он сделал, было очень знаменательно. Каяфов вряд ли осознавал смысл своего поступка. Пытаясь оказать давление на судей и добиться осуждения Христа, первосвященник сам осудил себя. Согласно закону Божьему, он лишался права на священство. Он сам приговорил себя к смерти. Я привык все уроки применять к себе, поэтому подумал, какой урок я могу извлечь для себя из этой истории с порванными священническими одеждами. Я бы хотел, чтобы также вы подумали, как это может касаться лично вас. На первый взгляд, эта ситуация не касается ни меня и не может касаться вас до тех пор, пока мы не прочтем первое послание Петра. Давайте вместе с вами проведем небольшую параллель. Как же все-таки мы, простые люди, можем оказаться на месте первосвященника Каяфы в порванных одеждах и тем самым осужденными на смерть. Апостол Петр в своем первом послании обращается к верующим в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании. Обратите внимание, он обращается к верующим, простым, а не к проповедникам, библейским работникам или священникам. Он говорит так. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». Он, обращаясь к простым верующим, говорит, что они цари и священники. И зачем они были поставлены царями и священниками? «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас». То есть, чтобы возвещать совершенство Бога. Посмотрим, что записано в книге «Желание веков». «Надлежало, чтобы одежды священника были из цельного куска ткани и блистали чистотой. Эти прекрасные одежды предназначались для служения в храме и символизировали великую реальность Иисуса Христа». Здесь есть прямая связь с тем, что мы прочитали также в Первом Петра. Эти одежды символизировали самого Христа. А в Петра записано о том, что цари и священники должны возвещать другим людям непорочность Иисуса Христа. Но в каком свете мы с вами, как цари и священники, представляем Иисуса Христа? Богу предназначаются только совершенные. Касается ли это одежды или отношение к людям? Касается это Слово или Духа? Он свят, и Его слава и совершенство должны отражаться в земном служении. Малейшее несовершенство могло неправильно отобразить святость небесного служения. Даже если мы с вами не служители церкви, Христос все равно призывает нас совершать священное служение людям в нашей повседневной жизни. То ли мы находимся на учебе, на работе, то ли мы отдыхаем. В том числе это касается и работы в церкви. Если по словам Петра мы цари и священники и возвещаем совершенство Иисуса Христа, то какой должна быть наша одежда, наше отношение к людям, наши слова и наш жизненный настрой? Священнические одежды нельзя раздирать, потому что это искажает представление о небесном. То есть наш неправильный внешний вид или слово, оно может извратить понимание о небесном. Считалось, что первосвященник, осмелившийся появиться в святилище и совершать священное служение в разодранной одежде, этим выказывал свое пренебрежение к Богу, ибо уже не мог отображать совершенство Всевышнего. Бог больше не принимал его как исполняющего обязанности служителя. А теперь давайте применим это все к нам и поговорим о том, какую одежду мы носим, как мы относимся к людям и какой наш жизненный настрой. Какую одежду мы с вами носим? К сожалению, сегодня девушки и парни, они склонны следовать не за Христом, а за этим миром в вопросах одежды и часто их внешний вид свидетельствует о том, что они от всего сердца служат тому, кто хочет их погубить, а не тому, кто пожертвовал собой ради них. Как мы относимся к другим людям? Когда мы собираемся на молодежные встречи, на какие-то духовные мероприятия, то мы любим находиться исключительно в своих привычных компаниях. И при этом совсем не обращаем внимания на людей, которые в это время совершенно одни. Ну, конечно, бывает и так, что мы все-таки подходим, знакомимся с человеком, но в процессе беседы мы даем ему понять, что мы лучше. Что мы говорим? Многие девушки и парни, они слишком много говорят, у них нет опыта в духовных вопросах. Если они не обратятся и не преобразятся, то не смогут устоять среди опасностей последних дней. Им необходимо поработать над своим сердцем, тогда и язык их осветится. Мы можем называть себя христианами, но при этом наша речь может говорить об обратном. Каков наш жизненный настрой? Вы знаете, если оценивать награду вечной жизни по тому рвению, настойчивости и энергии, которые проявляют называющие себя христианами, то может сложиться впечатление, что эта награда как минимум вдвое дешевле земного богатства. Ну, сравните сами усилия, предпринимаемые для владения благами этого мира, с теми лялыми, безуспешными попытками обрести духовность и небесное сокровище. К сожалению, наши стремления, они направлены совсем в другую сторону, к земным благам, тогда как вечное и неприходящее, постоянное, оно находится в полном пренебрежении. У меня складывается такое впечатление, что если бы библейские пророки увидели церковь, то они могли бы сказать что-то вроде этого. Мне было показано, что любовь к миру почти полностью изгнала Иисуса из вашей церкви. И вы знаете, мы действительно вот как тот первосвященник, стоим перед Христом, смотрим его в глаза, задаем вопрос. Парни спрашивают, можно ли мне носить рваные джинсы, делать блатные стрижки, общаться в субботу в Инстаграм с друзьями о планах на воскресенье, носить серьгу в ухе, быть крутым и вообще быть лучше всех. А девушки спрашивают, можно ли мне использовать макияж, красить волосы, делать маникюр, носить штаны, сплетничать, хвастаться перед подружками наращенными ресницами, новой тушью или помадой. На что Христос нам отвечает. Я твой господин, а не этот мир. Поверь в меня и иди за мной. Вот как в тот момент мы реагируем на ответ Христа? Разрываем ли мы свои одежды, как тот первосвященник? Или смиренно решаем все-таки следовать за Христом на Голгох? Пусть Бог поможет нам всем совершать свое скромное служение не в рваных одеждах. Аминь.